так что а пешком это куда петербург а пешком пыш то есть ты знаешь здоровым образом жизни да ходишь пешком на работу пешком хожу как редко хорошо но получается сон 6 часов нормально николай нет почему 7 чем меньше тем лучше игнать не хочу вообще часа может тридцать и малыша будет не менее 7 но у нас есть мая наша беда всегда выступляет ну вот в чем это плохо спишь когда может днем но это не я считаю не влияет так сейчас так что да ну ладно такой троек разделение грехов мы находим священном писании до священца ибо все что в мире похоть плоти похоть очей и гордость житейская 1 на 216 похоть плоти собственно относится к телу ну то есть идет пояснение что такое похоть плоти как евангелий сказал апостол да похоть очей к любостяжанию а похоть значит гордость житейская относится к душе а так как эта болезнь о которой мы говорили трехсоставная то и врачество для нее потребно троякое мы оскорбляем бога тремя злыми делами но если захотим можно укротить гнев его при помощи благодати божией также тремя благими делами касающиеся души тела и любостяжания то есть например благотворение душе это молитва благотворение телу это пост а благотворение то есть врачество и любостяжанию это милосыния то есть как трояк мы согрешаем да телом душой и вот любостяжанием и как бы спротив этому каждый говорит свое врачовство для тела для души вот это трехсоставное лекарство против трехчисленных наших ясв должно сопровождаться святою исповеди и покаянием но которое есть только в церкви конечно вот сейчас они может и у вертиков и у сектантов у многих применяется покаяние но у них поскольку нет священства и истинной церкви законно-рукоположен священства скажем так законных таинств нету то есть и исповедь у них скажем так номинальная неистинная если у нас есть законно-рукоположенная от первых веков через апостола сначала потом через епископов рукоположенное священство которое разрешает нам грехи но они являются только свидетелями а разрешает от грехов сам господь но эти таинства у нас законные вот что касается значит молитвы и милостыни то здесь у нас бывает больше значит с противником прений то есть молитвы и милостыни еще люди делают как-то потому что молиться можно скажем если например в православии церкви там есть молитвы уже опыт предыдущих скажем веков святых канонизированных там очень много молитв которые уже ранее составлены были святыми руководимы духом святым скажем так как бы основные молитвы хотя самая основная и краткая молитва это очень наш который уже есть в ангелии который научил апостол сам Иисус Христос когда они его спрашивали господи научи нас как у нас молиться и вот он сказал читайте очень наш а также есть же потом уже молитвы человек сам просит особенно когда попадает в беду вы сами понимаете кто говорит на море не плавал кто не тонул только Богу не молился особенно вот кто в такие ситуации попадал то как раз как бы я не знаю тут может быть и ангел подсказать и сам Господь сам научает молиться тут говорится о помощи сам сразу душа сама просит ну самая краткая молитва и Господи помилуй казалось бы да вот то есть но это все равно легко особенно когда человек попадает в какую-то беду вот уж она его беда сама научает молиться так ведь вот творить мил с ним мы как бы тоже приучены то есть мы привыкли друг другу делать ну не всегда конечно кто-то с корыстью делает кто-то ради славы делает ну а по Евангелию там сказано что пусть твоя правая рука не знает что делать левая то есть когда подаешь ты не тщеславься не гордись то же сделал и забудь или отдал подарил и не требую вот а то у нас вот так вот некоторые делают дают еще этим гордятся числать и требуют что-то назад или требуют какой-то награды или требуют какой-то почте себе или как там бывает одну часть ну например в банке что-то дадут а в баночку назад верни или там еще что-то мне нравится вот пример жития святых был такой соседка приходит к монаху и принесла там капусту что ли клашную какой-то ну вроде она не очень хорошая там негодная ну выкидывает жалко возьми пожалуйста а он так смотрел на меня и говорит ну ладно раз тебе жалко выкидывать то пойду я выкину мне не жалко а вот есть такая поговорка она говорит тебе боже что мне не гоже то есть когда даешь мил с нее нужно давать ее как бы от сердца от души понимаешь что ты когда даешь надо думать всегда о Боге не о том кому ты даешь нельзя не надо смотреть на лицо нравится человек тебе не нравится богатый он бедный одет какой бы он ни был надо в этот момент думать что ты даешь Богу и ждать награды только от Бога а не человек потому что если будешь ждать от человека и сейчас получишь награду то старте ты уже не получишь вот а что лучше лучше получить там чем получить здесь хотя господь нам и здесь помогает у нас никогда не оставляет то есть вот это о молитве и о милостыне я как поясняю добавляю но самый значит а но прежде чем коснуться разных сторон поста необходимо рассмотреть некое положение относящихся к разумении всего предмета сейчас мы дальше немножко почитаем но именно значит пост дает сложнее всего мы как раз и говорили кого не спросишь многие даже не знают например что течение всего года нужно поститься еще в среду и пятницу но среда то что среду был предан господь иисус христос за 30 серебреньков 30 монет скажем такой это было по пророчеству предсказано не больше никак не меньше вот была такая цена вот игнатик интересно рассказывать что говорит на рынке же у нас да и у нас всегда цена поменяется они то растут то падают а здесь как прийти иисус христу как родить перед тем как его распять что интересно до того момента 30 вот это серебреньков определенная цена чего там а раба тогда что же рабы были продавались они на рынке и вот эта цена что интересно не падала она сохранялась а для чего так господь попустил устроил для того чтобы это ну как бы пророчество сбилось потому что говорит о иисусе христе все что сказано оно все что будет предсказано оно должно было сбыться все до мельчайших подробностей вот потому что если что-то бы не сбылось айсус христе то это был бы как бы не бог не вот а поскольку все что предсказывали пророки все сбылось значит иисус христос был и он приходил но вот что интересно евреи как раз они ну не все конечно есть там но основная масса они говорят не верят что христос приходил что он умер был распят вот и они его еще только ждут а когда придет антихрист они как раз именно его примут за христа ну это мы отвлеклись это мы значит сказали в среду распятие а в пятницу среду что предали под а в пятницу что его распили ну распяли на кресте именно в пятницу поэтому мы в честь этого значит у нас пост единственным там бывает только после поста сплошные где отменять среда и пятница там мы три хорисея да вот как бы не быть мы три хорисея есть такая притча в евангелии то есть там отменяется по определенным скажем есть такой устав в церкви в канонах где записано что отменять среду пятницы в определенные дни а в остальные поста должно сохраняться кроме сплошных седмиц да вот пост бывает четырех видов духовный нравственный естественный и церковный первый пост духовный есть воздержание удаление себя от грехов к нему господь призывает свой народ через пророка исаи ну здесь значит много сейчас я тут очень это второй пост я покороче буду второй пост нравственные касающиеся исправления нравов состоит в умеренном употреблении пищи и питья ради самой благочестивой жизни но ведь мы опять скажем что если раньше вот и многие пророки сам иисус христос да они вообще не пили не ели и в житиях святых я например много читала там монахи скажем подвижники они раз в неделю могли вкушать только утром например натощак святую воду и проспору и больше ничего не кушали вот у них такой был пост это были сильные подвижники молитвенки у них это получалось но у нас мы в миро у нас как бы мы слабы еще да еще сказано интереснее такая в последние времена говорят миряне будут как бесы а монахи как миряне то есть нравственно уровень падает вот у меня многие например говорят соблазняется что монашки видели на красном брови они ну я говорю кто чем соблазняется кто-то вот одна разговаривала попала в больницу она говорит мы были там тогда-то в троте Сергея Лавры что ли когда-то они сходили в трапину зашли монахи едят мясо у меня такое выражение лица было но по мне сразу видно очень удивило меня что монахи мясо едят фос а один посмотрел меня это ты нас не осуждать то есть а в евангелии так апостол петр да по моему или павел сейчас очень помню говорит лучше я вовек не буду есть мясо чем соблазнить одного из малых всех то есть тех кто только что уверовал только что готов прийти к вере скажем да лучше вообще мясо не есть вот и на тихо что он обратился по моему там сколько он 23 года что ли он был так он в том момент вообще мясо не ест а раньше я себе как раз думаю еще о том что ведь до потопа вот от створения адама и евы до потопа мясо вообще не ели только потом уже после потопа люди стали вкушать мясо а ведь адам там жил почти тысячи лет вот просто подумайте рассудить представьте ведь там и дети были уже они же размножались господь сказал множество там плодиться размножайтесь как сказал господь так и народ увеличился и получается разные люди были разные исцеления и и болезни наверно всякие были так ведь раз грех был грех вошел через то есть точнее смерть вошла через грех в адама и люди стали все смертны но также и болезни появились а вот получается люди значит мясо не ели хочу сказать но они так знали трудились что-то себе забывали и пищу и сюда а мясо не ели но они же жили долгожители были в отличие от нас а мы получается мясо еды оживим еще все меньше и меньше и меньше с годами вот если там кто-то ну и по моему там 700 лет то есть там по библии читаешь там тысячи семьсот тридцать то что это уменьшение уменьшения а сейчас вообще мы все меньше меньше получается грех на и нарастет где-то святых я читал что зло не стоит на месте оно всегда развивается грех умножается и наверное он настолько умножится что сказано же в евангелии что господь когда придет перед найдет ли веру на земле то есть если придет антихрист получается он не придет не на пустое место оно придет когда уже грех будет в какой-то спик своего развития скажем так а для нас важно чтобы он не пришел это время удалить потому что когда придет антихрист как описано в откровении там такие страшные времена будут такие войны как сам знает вот сейчас если например вот эти все и ракеты и чернобыль и прочее что говорит будет страшный катаклизм и земля гореть и все там будет и там и земля высохнет и воды не будет и вода исчезнет и пищи не будет и есть то нечего будет это нам только кажется вот сейчас мы не можем поститься но я считаю что лучше начать добровольно поститься чем невольно а у нас как получается когда человек он не постится не постится а у него бывают такие потом заболевания да и потом в процессе жизни вы сами же видите люди у многих язва открывается и какие-то болезни которым нельзя например определенного рода пищу есть а это все почему происходит наш человек не постился добровольно не хотел по бога узнать не хотел спасибо не хотел а в итоге грехами свои болезни заработал и эту болезнь ему как бы воспрещает и он уже невольник становится и он как бы поститься уже невольно хочешь не хочешь но он это нельзя это нельзя многим пить там нельзя да так понимаете да вот это нельзя а я считаю лучше добровольно уменьшить себе лучше вообще конечно не пить чтобы не соблазнять никого и вреда в этом нет вот у апостола говорит есть такой момент пей горит немного вина ради твоих болезней это говорит о том что по-моему тимофей он говорил апостол павел что значит он не пил только когда начал болеть апостол ему разрешил чуть-чуть принимать и то это было как послушание вина чуть-чуть а в этом я читал сейчас святых там они пили разрешался 30 грамм вина разведенной водой ну то есть чуть-чуть два глотка сделал утром все это для того чтобы для веселья а не так чтобы мы прямо упивались а у нас бывает так что он говорит я видел случай такие на поминки придут напьются и начинают песни и получать поминки похороны превращаются чуть ли не свадьбу а свадьба вообще у нас и драки и что-то не происходит так четвертый пост церковное заключается в издержании от пищи сообразно закону установления святой церкви именно здесь при рассмотрении такового поста происходит нас большие премии имеется разногласие с противниками православной веры ну тут понятно конечно что у православных у нас больше всех постов скажем там у сектанта многие вообще там бактисты прочь они вообще посты не признают вообще многие вообще не постят степаника зачем нам господь осветил всю пищу так мы не говорим что нам пища вредна или там она нечистая если признаешь нечистую и какую-то еду то получается еретик вот пища на вся священа мы освещаем ее крестным знамением и молитвой то есть мы понимаем что она вся от бога но мы воздерживаемся просто ради послушания церкви ради любви к богу того что господь за нас распялся за наши грехи то и нам же чем то хочется ему как бы его отблагодарить что ты скажем тогда потому что сами поймите когда вам atmospheric постоянно какую-то весь у вас благотворитель он вам постоянно помогает благотворить все дело дело Fund aimingать что что у вас чувство благодарность и helt хочется с ним расплатить так ведь вам чем-то хочет вот благодарить но это естественно но по отношению каждого христианина к Богу. Он нам дает, как Игнатий Христианец мне нравится, он, говорит, создал нам эту землю, дал, всю тварь для нас создал, всю растительность, всех птичек, всю траву, все-все-все. Но ведь они, говорят, стенаю-то из-за нас, по нашим грехам. Все нарушения в природе, разные там заусхи, наводнения, вот эти катаклизмы, это от того, что человек грешит. Не природа, не скотина согрешает, а сначала человек согрешает, его грех ложится на весь этот, несет отпечаток. Из-за нас тоже как бы и тварь стенает, вот, стонет. Видите, как духовная пища сложно воспринимается, да? Сразу враг на нас нападает сном. Раз, два, три, все по очереди в чат. А мусульман тоже бывает. А? Мусульман тоже есть. Но у мусульман, они в этом смысле, да, молодцы, можно сказать. У них пост есть, но у них свой пост. Вот, а почему? Опять-таки, они же взяли все. Сначала был, скажем так, христианство сначала было. А Магомед, он же позже, спустя 600 лет, и он что услышал, у христиан, то и взял, хотя он жил, говорит, среди язычников, и неграмотный был. Но то, что он услышал, он все взял в Библии. Но только там все, можно сказать, извращено не так, как. Потому что Игнатих еще сравнивал Коран и Библию. Коран и Библию, когда он сравнивал, и он, говорит, у них... Вот, например, на, держи, покажи. Например, Ной у них, Нах, Мария, Мариам, ну там Иисус, Иса, то есть вот так вот, у них неправильно это. И то, что они слышали, то, что было в Ветхом Завете, Господь давал, и у них это. Раз они слышали, но у нас вот семикратно. Если, например, так, 17 кофейзма, 118 псалом, 164 стих, там сказано, «Семикратно в день буду прославлять Тебя, Господи, за суды правды Твоей». И это было у нас, в Псалтыре. Это писал Давид. Псалтыр у нас сохраняется до сих пор. И царь, псалмопевец, пророк Давид, он жил раньше. Он это написал. А Магомед, который жил позже, он, видать, это слышал. Ну, раз у нас семь раз молились, я не знаю, там, может, он недопонял, что-то недослышал. Ну, до них дошло, что пять раз. У них намаз пять раз. Но все равно это взяли от нас. И ту же одежду, одеяние, которые у нас, правда, не все, но желательно, чтобы все ходили. А Магомед это такой же Иисус Христос или будет? Зачем? Это был обычный человек. Обычный человек. Как пророк у них. Ну, они его называют пророком. Но о нем мы не будем говорить. Я читал, много информации есть. А его тоже распяли? Зачем? Нет, он был обычный человек. Ну, я сейчас говорить об этом пока не вижу. Это информация я потом скажу. Пока этот вопрос не принимаем. Нам, но... У нас все говорят, Бог один, но они, многие ошибаются, говорят, Бог у нас один. Я говорю, никогда так не говорите. Ни мусульмане, ни мы. Они не знают Бога, как такового. Кому молятся, они тоже не знают. А мы знаем. У нас Иисус Христос, наш истинный Бог. Но у нас и Святая Троица. Бог Отец, я же говорила. Бог Отец, первое лицо. Бог Иисус Христос, второе лицо. Каспорт.